Ребят, всем привет и доброго времени суток! Вы находитесь на канале ZemSowVision и сегодня мы с вами поговорим о проводках колеблющихся блесен об их секретах я расскажу, собственно, все основные проводки и те нюансы которые позволяют делать проводку блесны и ее игру более эффективной, более привлекательной показывать я все это буду на очень популярной и любимой также мною блесне. Это у нас Atom в весе 14 грамм Поехали! Итак, выполняем заброс и первый вариант проводки, который самый простой, самый доступный, это обычная простая равномерка. Забрасываем либо ведем быстро под самой поверхностью, если глубина в месте ловли небольшая либо же даем блесне заглубиться и только лишь после этого начинаем выполнять проводку если рыбы в водоеме немного, причем рыба активная, то на самом деле этого вполне достаточно для того, чтобы уже получить свою первую поклевку блесна у нас подходит, виляет из стороны в сторону и этого, опять же повторюсь, этого хватает для того, чтобы поймать ту же самую щуку Так же простую равномерную проводку можно разнообразить. То есть мы не даем пауз, не даем ничего такого, но на определенном этапе выполняем просто спринт. Раз, два, три и опять медленно. Раз, два, три и опять медленно. Таким образом приманка у нас ускоряется, меняет характер своей игры и устремляется вверх. Если обычно она идет более-менее равномерно, то на спринте она уходит вверх. А как вы можете видеть на тех же самых рыбалках, при атаке окуня, при атаке щуки, при атаке жереха очень часто мелкая рыбешка просто выпрыгивает из воды, она уходит вверх. Таким образом подобные движения блесны, подобные движения приманки Они выглядят максимально естественно и провоцируют естественный рефлекс хищника на атаку. Простая равномерка и равномерка с ускорениями. Это первый хороший тип проводки. Второй тип проводки. Опять же забрасываем, либо даем заглубиться, либо начинаем проводку от поверхности. Раз, два, три, пауза. Раз, два, три, пауза. Обычная проводка с паузами. Конечно же вы можете делать два оборота, давать паузу, делать четыре оборота, давать паузу. В зависимости от горизонта, в зависимости от глубины, от того как блесна себя ведет. Таким образом на паузе блесна у нас уже начинает немножко сыпаться и это очень часто привлекает хищника, провоцируя его на атаку. Если прям очень сильно углубляться в терминологию, говорить умными словами, то такую проводку можно назвать пелагической ступенькой. То есть мы выполняем ступенчатую проводку в толще воды, не касаясь при этом дна. Это на самом деле основной тип проводки у подавляющего большинства спиннингистов и он очень и очень эффективен. Следующий тип проводки равномерная с рывками или подтвичиваниями. Забрасываем блесну, даем ей заглубиться, выбираем слабину и выполняем подтвичивание. Раз, два, забираем. Раз, два, забираем. Раз, два, три, забираем. Забираем. Таким образом блесна у нас начинает двигаться очень активно, рискать, нетипично. Опять же провоцирует хищника и сразу начинает опадать. Таким образом имитирует раненую рыбку, у которой предсмертные, конвульсии, условно говоря. Опять же. И данную проводку тоже можно очень хорошо модифицировать. Каким образом? Опять же. Раз, два и не сразу отдаем, не сразу забираем точнее, а раз, два и даем слабину. Раз, два, слабину. Раз, два, слабину. При этом надо делать эту слабину контролируемой. Что в таком случае при такой проводке происходит? Если мы проводим блесну, дергаем ее и сразу же начинаем забирать, то опадание на паузе после рывков у нее такое, ну вот, как на натянутой леске, оно вот такое равномерно покачивающееся вниз. Если же мы даем слабину, то блесна в этот момент начинает уходить как лист из стороны в сторону. Конечно, хорошо бы было это показать все на самой приманке. Я не знаю, насколько это все будет видно. Но одно дело, одно дело, когда мы даем приманке, вот, на натянутой леске, она уходит, она колеблется, но уходит строго, скажем так, контролируемо. Вот она пошла вниз валиться. Другое дело, когда, опять же, вытаскиваю ее, и вот она пошла уже быстрее и уже по более широкой траектории. Конечно же, в такие моменты можно пропустить сам удар, то есть его не почувствовать, когда вы именно дали слабину, но дальше вы же ее выбираете и подсекаете, и очень часто в этот момент, опа, а там уже кто-то есть. И сама по себе твичевая, рывковая проводка, на мой субъективный взгляд, эффективнее, чем проводка простая с паузами. А вот такая вот, когда вы еще отдаете шнурка немного, надо, конечно, контролировать, чтобы не было здесь перехлеста, не было на тюльпане перехлеста, но вот эта вот щуку драконит очень и очень сильно. Ну и последняя проводка, которую я бы хотел отдельно выделить, для колеблющейся блесны, это проводка джигевая. То есть после заброса мы даем приманке полностью опуститься на дно, и после этого выполняем донную ступенчатую проводку. Здесь глубина просто сумасшедшая. Блесна только что упала у нас на дно, можно подорвать ее и начать. Раз, два, три, пауза. И смотрим по вершинке и по шнуру, когда она у нас отстрелит, провиснет. Сейчас приманка на дне, раз, два, три, пауза. И она опадает, и опадает на дно. Ну, блесна, наверное, тяжеловата для данного места. Забросил я ее недалеко. Но, тем не менее, в принципе, по вот этому вот можно уже увидеть основной принцип донной ступеньки. Такая ступенька очень хорошо работает по тому же самому судаку, как по донному хищнику, по тому же самому саму. Ну, сома это часто не целенаправленный трофей при ловле на калибло, на спиннинг. Но, тем не менее, он сопутствующий. И то же самое щука, тем более щука крупная, тем более щука осенняя, когда хищник у нас скатывается на глубокие участки. И нужно ловить, доставать его там. Так что давайте немножечко повторим. Первое, это равномерная проводка. Также проводка с ускорениями и замедлениями. Второе, это равномерная с паузами. То есть пелагическая ступенька. Дальше равномерка с подтвичиванием, которую можно разнообразить тем, что мы отдаем шнурок, и блесна сыпется. Вот это вот, это вот на самом деле секрет. Очень и очень большой. Ну и последние эти проводки, это обычная ступенчатая донная. И сюда при этом можно поставить, допустим, двойной крючок, у которого будут защитные противозацепляющиеся усики. Собственно, этими проводками ловлю я. Лично мне больше всего нравится подтвичивание. Подтвичивание с отпусканием. Ну и осенью, осенью обычное джиговое. При этом иногда даже пытаясь проводить над самым дном, но не кладя. То есть пелагическая в полше воды, но у дна. Собственно, если вы эти проводки изучите, то будете на уровне с любыми другими спиннингистами. И если рыба в водоеме, если рыба в водоеме хоть как-то активна, то это приведет к ее поимке. Что ж, ребят, вот такое вот сегодня было видео. Кому понравилось, ставь лайк, подписывайся на канал. Монетизации нет, поэтому сейчас ваша поддержка особенно важна, для того, чтобы хотя бы просто видеть активность и надеяться на то, что когда-то тоже монетизацию вернут. И будем дальше снимать обзоры, видео и так далее. Всем удачи! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok